А вот такая посылочка у нас сегодня. Небольшая, одинокая. Нож мой неизвестно где, поэтому будем рвать руками. Вот я всегда практически наворачиваю камеру. Что же я за рукожопа такой? Симпатичная розничная упаковка. Называется все это дело парашют. Давайте посмотрим поближе. Как ни странно, внутри парашютист и собственно говоря сам парашют. Сеточка, которая даст натяжку при падении и ткань, которая будет парашютировать. В итоге такой вот достаточно простенький, ничем не пахнет, симпатичный парашютист. Я вот единственное, ребята, не знаю, дойдут у меня руки до того, чтобы сходить все это дело заснять дополнительно на улице, потому что дождик идет не прекращаясь. Ужас полнейший. Принцип действия какой? Мы берем данного парашютиста. Какой-то он, по-моему, все-таки немножко легкий и подкидываем в воздух. Срабатывают законы физики. В точность он внизу, тянет вниз, а сверху открывается купол. Почему он не кричит «Довы, довы» или там «Служил»? Я не знаю, наверное, потому что это достаточно простая дешевая модель, которая стоит где-то там в районе 100 рублей, если не ошибаюсь. Есть разные цвета. Выбирать цвет, насколько помню, можно. На какой-то лет я выбрал с такой вот ярко выраженной задницей голубого парашютиста. На самом деле, я вот чего понять не могу, то что какой-то он не военный. Мы видим, что у него автомата, пулемета или чего-то еще такого нету. Но при этом он в каске, какой-то непонятной, с очками. Да, это гражданский парашютист, поэтому не будем заострять внимание на то, что он голубой. Голубые береты нисколько могут не беспокоиться. Китайцы их не хотели никак оскорбить. Это просто обыкновенный гражданский парашютист. Шоу. Ребята, да, вот как они будут приземляться. Есть красненькие, есть желтенькие. Были у меня мысли скинуть его с моего высокого 20-плюс этажа, но что-то как-то... Мне его жалко. Я думаю, Владимир Михайлович проснется, и когда ему поймут гулять, я как-нибудь его с собой возьму и буду ему запускать. Ему нравятся разные там летающие штучки, и очень сильно он тащится по пистолетам. Наверное, скоро надо будет ему дать спинбольного маркера пострелять, пока он бегает. Шары Orbis передергивать еще не может. Я ему передергиваю затвор. Он пах, пах. Никакой техники безопасности. Может кого-нибудь и застрелить, поэтому пока не заряжаю. Значит... Да, наверное, не буду я его запускать. Может, буду, не знаю. Просто монтировать мне неохота. Человечек, напоминаю, у меня, который занимается монтажем, у него навернулся компьютер. Поэтому все пока под вопрос. Ну, собственно говоря, и все. Если у вас сынишка, ну, будет вполне нормальный ему подгончик. Ну и все. Засем все. С вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер. Побегу разглядывать кучу телефонов, на которые я никак не могу доделать обзор и выложить его вам. Ну, ребят, не обессудьте. Надеюсь, скоро будет побольше времени, и все это дело выложится. Пока.